Ребята, мы делим вольеры сейчас, делим, срочно, потому что это единственный выход спасти остальных и найти для них место. Я благодарю вас за то, что вы с нами. Я всем сердцем, всей душой благодарю вас за то, что вы с нами. Спасибо большое вам. Ребята, водички налейте, вода перевернулась. Господи, помоги нам. Просто помоги нам, Господи, мы должны успеть, мы должны все сделать. Ребята, сейчас мы это подготавливаем. Завтра утром в часов 6 утра должны привезти 20 собак. Место для них уже подготовлено, мы это снимем. Завтра приедут 20 собак. Друзья, маленькие партии, потому что людей не хватает, материалов не хватает. Делаем то, что можем. Друзья, пожалуйста, помогите нам. Мы стараемся изо всех сил. Друзья, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что 10 человек строят вольеры. Сварщики работают по 14 часов. Нам бы еще бригаду сюда нанять. Но нет возможности, нет финансовой возможности. Если бы была бригада и материалы, мы бы это сварили вольеры и место подготовили бы за 2 дня. Но так как приходится своими силами обходиться, плюс вода, корм, уборка вольеров по-прежнему. Время не остается мало. Мы физически не успеваем, друзья. Физически. Да, я получаю много советов. Там и посадить на цепь, и запустить просто в вольер куда-нибудь на территорию, пусть собаки бегают. Но тот, кто это советует, он, наверное, не понимает, какой хаос здесь возникнет. Во-первых, собаки, сидящие в разных вольерах, если их выпустить в одно место, они перегрызутся. Это первое. Второе. Для того, чтобы посадить собак даже в поле на цепь, для них нужен навес и крыша. Плюс цепь. Это также расходы. Мы не можем сейчас тратиться на вот это и отвлекаться. Единственный вариант – это делать сразу вольеры. Делать сразу вольеры. В крайнем случае делить вольеры, что мы и делаем. Друзья, пожалуйста, я благодарю вас за советы. Но решать буду так, как нам удобнее и так, чтобы поменьше было трат. Для нас это очень важно. Каждая копейка на счету. Еще раз говорю, друзья, если бы была возможность нанять бригаду и быстро построить эти вольеры, мы вывезли бы быстро. Вы думаете, почему мы целый год строимся? От копейки к копейке, ребята. От вольера к вольеру. У нас нет спонсоров. Мы выживаем только на ваши пожертвования. И живы мы только благодаря вашему милосердию и вашей дружбе. Миленькие мои хорошие. Дорогие мои люди. Лохматая душа благодарит вас. Благодарит за то, что вы спасали нас все эти 17 лет. Благодарит за то, что сейчас вы рядом, когда нам очень трудно и страшно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вольеры у нас пустые. Уехали вчера. Полностью два вольера пустых. Здесь мы сидим на очереди, да, мои хорошие? Здесь у нас вольер пустой. Здесь у нас тоже вольер пустой. Здесь уедут вот следующим рейсом у нас, да. Здесь у нас пустой. Здесь у нас пустой вольер. Вольер пустой 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 пуст Этот у нас тоже пустой вольер Вот он был большой у нас вольер Тоже пустой Ну-ну-ну Эти поедут вот у нас В субботу уедут Да, мои хорошие Тоже в субботу Чингизик Чингизик Эти у нас тоже уедут Инвалидики здесь у нас есть Да, тут у нас детки сидят Маленькие Детки маленькие сидят Да Да, маленькие детки сидят у нас Маленькие детки Тоже они скоро поедут Мои детки маленькие Детки маленькие Хорошие мои, да Хорошие мои И здесь у нас пустой вольер Нету никого Пустой вольер Очень много уехало этот раз у нас Еще осталось чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья В этот раз мы смогли сделать еще один рейс Спасибо вам огромное, мои хорошие И еще пусть вас не пугают перепады того, сколько мы вывезли Первый рейс мы хватали мам с детьми Мы пытались вывезти самых маленьких Поэтому набивали битком клетки Именно поэтому получилось в прошлый раз 60 собак В этот раз получилось всего 28 собак Но крупные и диковатые Мы будем искать выход дальше, ребята Я благодарю вас за то, что вы с нами Спасибо вам всем, всем, всем Спасибо, мои хорошие Доброго вам здоровья Огромная, огромная помощь от вас идет, ребята И помогают наши бабушки в большинстве Ребята, помогают те, кто сам понимают эту проблему У кого у самого есть питомцы Ребята, именно поэтому ваша помощь так бесценна Нам сказали, что если в течение 5 дней, вот 8 числа Мы еще не вывезем собак Нам грозит штраф Нам не сказали, какое количество будет штрафа, какая сумма Но нам грозит штраф И нам добавочно дадут еще 5 дней Я думаю, друзья Это благодаря тому, что вы пишете Что вы звоните Что вы подняли бум Я искренне вам благодарна, ребята Я всем сердцем вам благодарна за эту поддержку Благодаря вам нам дадут еще 5 дней Продолжение следует... Продолжение следует...